Управление основанного на ценностях. О чем я имею в виду? Что ценности это наши некие глубинные убеждения, которые влияют на наш образ мыслей и в целом на наше поведение. То есть для того, чтобы изменить поведение сотрудника, нужно не влиять на его поведение, потому что бессмысленно, а влиять на более глубинные его слои для того, чтобы вызвать от этих изменений. Management by Values, менеджмент основан на ценностях, говорит о том, что сотрудник начинает отождествлять себя с компанией тогда, когда части его ценностей входят в общие ценности компании. И тогда они становятся некая общая платформа. И вот я сейчас в нескольких компаниях внедряю подобную систему, основанную на ценностях, благодаря которым внутренняя активность, мотивация людей к тому, чтобы делать, работать во имя компании, понимая, что это часть его, она резко возрастает. Как вам удавалось сделать так, чтобы люди чувствовали себя частью компании? Это, наверное, политика компании и, опять же, нюансы нашего бизнеса. Сейчас политика такова, что любой тренер, который придумает какую-то свою программу, а у нас творчество хоть отбавляй, может быть условно акционером маленьким своего направления. Он создает эту программу. Он становится, соответственно, и дальше, если мы понимаем, что эта программа может дальше развиваться, и она востребована, то мы ее будем транслировать на все клубы. Он становится менеджером проекта. Он становится менеджером, и даже мы можем открыть студию. Вот сейчас у нас такой кейс в Метрополисе. Этот клуб открывается 1 февраля. При клубе будет студия BigZone. Эту программу придумал наш тренер, и он же сейчас и возглавит эту студию. Он же становится не только тренером, но и как бы менеджером, по сути. Он уже становится руководителем. Он будет руководить этой студией, набирать людей, обучать этой программе. И это как-то влияет на его материальную составляющую? Безусловно. Отлично. Слушай, очень интересно. Как раз я считаю, что когда у человека внутри компании есть возможность реализовать какой-то свой собственный проект. Недавно я разговаривал с одним очень известным человеком. Он говорит, знаешь, я вот последнее время, исходя из своей карьеры, говорю, что самым главным демотиватором человека является невнимание к его потребностям. То есть, если мы не игнорируем инициативы людей с точки зрения их улучшения, реализации, то мы, по сути, на корню подрубаем вот эту основу желания сотрудничать. А у вас, наоборот, вы позволяете, не просто, видимо, такая целая проектная, мотивируете на то, чтобы они создавали свои проекты. Вот скажи, пожалуйста, как это удалось? Вот если сейчас нас смотрят, вот собственники, и они понимают, что вот они хотят сделать, или чар-директора, с чего начать? Вот, может быть, там три главных шага, как сделать так, чтобы люди были мотивированы создавать свои проекты внутри организации? Во-первых, компании должно быть это нужно. А как это люди понимают? Через трансляцию от руководителя. Если вы собственник, вызвать... Опять возвращаемся наверх. Опять возвращаемся наверх, конечно. Под лежачий камень вода не течёт. Люди внизу должны понимать, что от них хотят, что они могут сделать. Это во-первых. Во-вторых, если человек приходит с инициативой, он обязательно должен получить обратную связь. Хорошо это или плохо, правильно или неправильно. От того, к кому он обратился, или от своего непосредственного руководителя, или от первого лица. От кому, изначально, конечно, от того, к кому он обратился. Ещё одну секунду, ты сказала, что вы очень открытый. Если человек напишет первому лицу письмо, он на него ответит? Обязательно. Любому сотруднику. Любому сотруднику. Самому рядовому. Самому рядовому. Не будет там, отпиши вот этому зампреду, пусть он... Сам лично ответит. Сам лично ответит. При этом поставит... Большой поклон. Молодцы. Очень интересно. Поставит в копию тех руководителей... Кто заинтересован, да? Кто заинтересован или имеет отношение к этому направлению. Да. Бывают случаи, конечно, что он не может ответить, потому что, ну, не знает какой-то нюансы, и он обязательно переадресует руководителю данный вопрос. Но с какой-то своей припиской тогда, лично, что он прочёл. Да. Ответь, пожалуйста, Николаю, Ване или ещё кому-то. Супер, супер. Итак, первое, это значит показать, что компании это нужно. Второе. Второе, дать фидбэк на предложение. Обратное связь. Да. Треть, то, что придумал человек. Компании это нужно и важно. Соответственно, это причастность его. Остаётся только рассказать всей компании, что это работает. Ребята, давайте попробуйте сделать так же. То есть, это же не требует никаких денег. Нет. Это помимо основной работы. Это люди проявляют свои самые лучшие качества творчества, раскрывают ради компании. Творчество – это одна из наших ценностей. О, а какие ещё? Первая ценность – это люди. Наш бизнес построен на людях. В данном случае мы продаём услуги. Причём люди здесь мы декларируем не только сотрудники, но и клиенты. Для нас важны и те, и другие. Лидерство. Компания номер один. Всегда хотим быть и будем оставаться ей. Это стратегия и внутренние ощущения каждого. Что ты лидер. Что ты лидер. Что ты работаешь компанией номер один. Когда мы собеседуем людей, вот о чём я там начинал-то говорить, что внутренние ценности нужно проверять на входе. Абсолютно. Передела человека невозможно. Соответственно, возвращаясь к ценностям, ответственность. Мы несём ответственность там как компания, как руководители перед своими сотрудниками. Сотрудники несут ответственность перед клиентами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова